Большим кроссоверам в современных городах тесно, тем не менее, спрос на такие модели остается стабильно высоким, особенно в нашей стране. Посмотрим, что нового появилось в этом сегменте за последнее время. Чинган провел плановый рестайлинг своего кроссовера CS95. Теперь он носит название CS95+. Автомобиль получил новые бамперы и решетку радиатора. До колесных арках и дверях появились пластиковые накладки, плюс вставки на кузовы. В салоне селектор автомата поменяли на джойстик. Мотор по-прежнему один. Двухлитровая турбо-четверка мощностью 233 л.с. Привод передний либо полный. Чинган CS95 уже официально анонсировали в России, но пока не ясно, придет ли к нам новая или еще тристайлинговая версии. Компания FAV обновила сразу две модели. Компактник Bistun T77 и полноразмерник T99. Нас, конечно, интересует второй. Флагман получил новые бамперы и модную безрамочную решетку радиатора. Кроме того, модель наконец-то примерила новый логотип бренда, представленный еще год назад. Техническую часть менять не стали. Bistun T99 по-прежнему предлагается с двухлитровым турбодвигателем мощностью 224 л.с. Привод только на переднюю ось. Учитывая расширение китайского присутствия на нашем рынке, не исключено, что T99 придет к нам официально. За океаном дебютировал полноразмерный кроссовер Toyota Grand Highlander. Это не удлиненная версия, как может показаться из названия, а самостоятельная модель. Но построена она на той же платформе с поперечным расположением двигателя. Длина 5116 мм. Колесная база почти 3 метра. За полноценным третьим рядом сидений располагается вместительный багажник объемом 595 литров. Силовых установок три на выбор. Турбомотор объемом 2,4 литра, мощностью 269 л.с. Едва гибрида с отдачей 246 и 367 сил. Привод передний либо полный. В продажу Grand Highlander, как ожидается, поступит лет. Как видим в случае с большими кроссоверами, производители пока с подозрением относятся к электрическим силовым установкам. И даже гибриды в линейках появляются редко. Оно и понятно, тащить такую махину лучше с помощью проверенного временем двигателя внутреннего сгорания. Так что любителям классики и высокой посадки пока беспокоиться не о чем.